Ночные прицелы, бензопилы, медикаменты, тёплая одежда – это и многое другое собрали активисты Ульяновского Чувашского культурного центра «Неме». Помощь привозили со всей области. Дети пишут письма, поддержки, взрослые собирают необходимые принадлежности или помогают деньгами. Равнодушных в этой истории нет. Члены центра наперебой рассказывают истории о человеческой доброте. В село Лаишевке узнали, что гуманитарную помощь собирают детей. Нам передали. Пришла бабушка, принесла свои пенсии. Взрослые люди, учителя не хотели взять, а она сидит там и плачет. Пока не возьмете мои деньги, я не уйду. Кое-как уговорили, пошли в магазин, что надо. И на эти пенсии купили, послали посылку. Мы потом привезли. Солдаты узнали об этом. Командир, давайте благодарность этой бабушке. Мы сделали благодарность. И такие истории активисты культурного центра могут рассказывать бесконечно. В этот раз гуманитарный груз собирали 5000 человек, жители региона. Через 4 дня его доставят в Херсонскую область и раздадут солдатам. Среди коробок, посылок, писем – 300-литровая бочка с медом для детей из детского дома, который находится в зоне боевых действий. Вот этот раз мы собрали. Пензопилы просили. Сейчас и зима, и фортификационное сооружение строить надо. Ночные прицелы, взяли обувь, маскировочные халаты, массеты, много теплых вещей, носки теплые, холодные, термобелье, полностью тельняшки. Инструменты для ремонта боевой техники, сапоги резиновые, вот сейчас слякать. Еще вот мы съездим, привезем, еще приготовили именно резиновые сапоги, еще гуманитарную помощь. У нас хоть и машина уже полная, мы еще везем, люди и дают. Следующую четвертую гуманитарную помощь общественники собираются отправить к Новому году. Пошлют еще партию необходимых вещей, а также порадуют бойцов сладкими подарками к празднику. Помочь современным защитникам Отечества может каждый, придя в Чувашский культурный центр по адресу проспект Ленинского комсомола, 4А.